Доброе утро, друзья! Итак, мы едем потихонечку на коп. Везде тут коровы гуляют. Дорога скоро закончится. Будет. Будет проселочный. Смотрите, может, что найдем. Всем еще раз привет. Тестируем мы сегодня новый прибор. Mako Simplex Plus. Посмотрим на этом небольшом поле. Что-нибудь он найдет или нет. Смотрите. Идем искать. Кто не спрятался, я не виноват. Так, у нас какой-то слабый сигнал. 85, 65, 69. Железка. Как обычно. Стандартная петелька. Ищем дальше. Поставил другую программу. И причем он что-то видит. Еще 19-е. В этой же яме. Гайка, нибудь. Где-то здесь. Еще одна. Как-то он слабо на черные металлы реагирует. Непонятно почему. Хотя стоит поле. Попробуем сейчас другую программу. Так все железо пропустить можно. Ладно, ищем дальше. Крякает он непривычно, конечно. Сигнал странный. Смотрим, что это такое может быть. Видно вам, надеюсь. Как-то необычно. Не привык я, что такие слабые сигналы как-то. Слабо дискриминирует. Или к тонам я не привык еще. Ладно, посмотрим дальше. Что получится. Так, еще один сигнал. Щит. 84. Пин у нас квест. Первый металл искать у нас. Тоже квест. Ку-20. В принципе, да. Всем хорош. Но не подводный. Что-то глубоко. Так. Смотрим, насколько глубоко берет прибор. Штык-лопаты есть. Видим. Топор. Топор. Нашли топор. Сломанный. На глубине. Штыка-лопаты. Можно посмотреть. Видно вам же все. Такой сломанный топор. Ладно, ищем дальше. Смотрим. Он здесь тоже крякает. Что такое-то. Какие кусочки металла. Пока непонятно, да. На часа он как реагирует, но ищет, ищется. Ищем дальше. Прибор ищет. Находит. Правда, пока информативно непонятно какого размера. Находка, но кое-как пищит. Что еще сказать. Хорошо работает пин-поинтер. Сейчас еще где-нибудь покажу. На следующей находке. Так глубина. Штык-лопаты уверенно берет. Как работает пин. По логике вот здесь находка. Чтобы ее не повредить. Хотя здесь металл показывает обычный. Смотрим. Что тут у нас? Как глубоко может быть? Так, выкопали мы это. То есть по логике видно в этом куске. Не мелье. Вот наша находка. Маленький, находит. По размеру сложно пока понять. Прибор тестируем. Тестируем дальше. Прибор ищет, что могу сказать. Но надо привыкать. Понятно только как смотреть. По размеру. По размеру находки. Как определить большая или нет. Попадаются вот такие гвозди. Кованые. Показывает четко. 80. 80 это у нас должно быть цветной металл. По логике. 0,419. Сигнал разнится. Кусок подковы на счастье. И еще болтик. На пол счастья, наверное. На четверть. Видно? Тайную цепь. Сейчас какой-нибудь люк откроем. О! Нет. Надеюсь. Ничего мы не дернули. Серьезно. Портал не откроется какой-нибудь. Так, ямки закапывайте. Не забывайте, что вы есть такие недобросовестные, кто не закапывает, а потом на нормальных копателей начинают ругаться, что они плохие, портят землю. Ладно, копаем дальше. Смотрите, штаб же насобирал. Тут чуть-чуть прошелся. Ямки закопаны. Видите? Топор. Всякие гвозди кованные. Мелкие штучки. Пока не совсем понятно, как правильно размер находки определить. Я думаю, постепенно это придет понимание. сигнал крякает, как утка. Словно, что это банка, наверное, какая-нибудь опять. Вот она. Ржавчина почему-то отдает цветнину. Крякает, не знаю, может, от высоты не глубоко. Это еще что? Странно? Крякает,